канал о моделизме привет youtube здравствуйте наши уважаемые подписчики и просто здравый люд сегодня я нахожусь в горной местности это радует потому что горный воздух всегда способствует хорошему здоровью ну и в модельном а плане как говорится мы омолодимся сейчас и поговорим об одной молодой фирме который называется вот передо мной находится коробочка альянс миниатюр друзья почему хотим заострить ваше внимание именно на этой фирме ну наш канал всегда помогает так скажем нашим производителям которые только-только начинают вставать на такие рельсы моделизма и данная фирма сформировалась совсем недавно в июне 2019 года познакомились мы с ними на выставке рубиновая сфера и решили помочь ребятам сделать такой обзор на своем канале понравившийся нам модели она и правда нам понравилось передо мной находится mountain man такой вот американский old west какой ну как скажем так коренные жители америки охотник ну и давайте поподробнее сегодня посмотрим и расскажем о этой прекрасные я надеюсь фирме которая будет нас радовать и дальше замечательными такими миниатюрами альянс миниатюрс решили что основными направлениями ассортимента станут американский старый запад и коренной народ мира на взгляд фирмы данные жанры очень интересно и в то же время и сравнительно немного на рынке особенно композиционных и насыщенных на детали и антураж как данная модель поэтому фирма решила восполнить этот пробел и выпустить вот такую фигурку это первая фигура в линейке american old west и так фигурка траппера он же mountain man который является виньеткой и может послужить основой для диорамы скульптором данной миниатюры является очень самобытный и знакомый многим степан николаев из белоруссии хотелось бы немного рассказать кто же такой траппер это охотник на пушных зверей во времена освоения северной америки снаряжение траппера обычно включала кожаную куртку или как ее тогда называли капот но в данной фигурке это капот брюки из ткани меховые макосины шапку или шляпу на охоту траппер чаще всего отправлялся пешком налегке охотничьим инвентарем служили винтовка ловушки различные разделочные ножи ну а если вы хотите погуглить посмотреть кто же такие трапперы на самом деле я имею ввиду конкретные персонажи ну например наберите джон кольтер или джимми бриджер также трапперы послужили прообразом множеству фильмов но и один из самых известных это фильм выживший с леонардо дикапри ну а сейчас давайте немножко уделим время качеству модели качеству литья в принципе качество очень и очень на высоте литье прикольное ребята решились взять старт такой сразу серьезный и скульптор и пресс-формы там и мастер модели сделаны очень и очень качественно вот здесь мы с вами видим на обруче растянута шерсть пушного зверяка сушится она но смотрите как качественно сделано каждая шерстинка здесь прям все шикарно но сейчас давайте обратим внимание вот на то что с собой взял данный охотник здесь вот и одеяльца у него и томагавка или топор вот короче серьезный с походный набор это не легкоход сразу видно вот у него здесь и есть с собой и теплая одежда и что попить и поесть модель идет в разобранном виде поэтому мы под собрали скажем эту модельку и хотим показать вот в таком виде насколько качественно проработана сама модель смотрите сам охотник он в шапке идет меховой опять же пушной зверек скорее всего на какая-нибудь леса вот он с добычей лежит селезень такой крупненький упитанный вот сам он сидит на бревне ну и сама одежда конечно коренных жителей америки в чехле находится верный друг карабин ружье вот поэтому давайте поближе посмотрим даже с него с этой шапки на плечах видите лапы вот этого пушного зверька и также есть на шее у него видно или это клыки или может когти медведи гризли ну отдельно рядом с ним лежит рука держащая трубку да здесь некоторый сарказм звучит но друзья когда вы будете красить эту модель она опять же у нас собрана условно вот поэтому удобнее красить ее по частям ну и котелок как мы видим что и ручка у котелка тоже сделано из смолы ну и рядом лежит капкан капкан уже на такого серьезного зверя наверно и их медведи гризли тоже есть в списке побежденных данного охотника ну что можно сказать еще раз посмотрите шикарная проработка просто ребятам респект и уважуха молодцы качество не снижаем и так вот в таком нестандартном варианте мы хотели вам показать лицо данного охотника смотрите все проработано но я бы не сказал что он похож на леонардо ди каприо но сходства какие-то имеют место быть кстати кто не читал книжку зверобой обязательно прочитайте а вдохновитесь ей и приступайте к росписи данной фигуры этот товарищ у нас воспитан был племенем юмба тумба вот так что его жизнь забросила вот так кого-то воспитали багира медведем а вот этого охотника воспитали индийцы поэтому он очень хорошо знает все тропы в северной америке вот такая легенда кстати данную виньетку можно рекомендовать для детей не бойтесь скажем о покупать своим детям такие вот вещи понятно что они сделаны и смолы конечно надо объяснить правильный подход что данную фигурку не надо ронять и так далее но всегда лучше расписывать ребенку на качественные модели нежели купить какую-то там китайскую подделку в которой лицо просто смазанное и объяснить как же покрасить это то же самое лицо которое похоже на зомби поэтому я рекомендую все-таки покупать качественные модели и легально у настоящих производителей потому что ребята вкладывают сюда душу тот же страны и степан николаев это скульптор этой модели как я уже говорил это не 3d который вот делают знаете сейчас множество миниатюр стали делать и на 3d принтерах и мастер модели а потом уже делаются определенные модели отливки не продаются здесь вложена душа я считаю когда скульптор делает такие вещи он вкладывает частичку души своей поэтому вот такие миниатюры которые сделаны скульптором они больше для меня как-то вот ценится нежели 3d модель поэтому друзьям можно рекомендовать детям даже фирма 14 плюс ставит у этой модельки пожалуйста пусть расписывают на удовольствие вместе конечно с вами чтобы вы подсказали как правильно ее собрать потому что она идет в разобранном виде моделька у нас 24 масштаба или 75 миллиметров что можно сказать в целом о модели вот эта композиция которая сделана была художником очень меня сразу заинтересовало на выставке когда сидит вот такой матерый охотник курит трубку знаете антураж такой сразу как-то хочется взять вот кисточку и начать расписывать но еще чем и исторически это моделька будет интересно я думаю все таки фирма молодая новая и эта модель является 001 а в линейке данной фирмы глядишь фирма станет очень известной и 001 модель будет стоить миллион ну что друзья давайте подведем итог все ссылки на ребят будут в описании под этим видео пожалуйста заходите смотрите задавайте вопросы может даже что-то вы хотели бы увидеть у них можно иметь такую обратную связь пишите они обязательно вам ответят хорошо ребята идут на контакт ну что можно еще сказать мне она нравится поэтому она находится на нашем столе но мы желаем всем здоровья самое главное не бойтесь красить больше модели чем больше красить и тем у вас будет больше скилл поэтому друзья красти тонируйте визируйте чего хотите делайте самое главное занимайтесь в моделизмом ну а мы вам в этом поможет с вами была аэф студия компания альянс миниатюрс до встречи всем пока а